Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Меня зовут Анна Смирнова. И наш сегодняшний гость – химик, академик, уже экс-директор Института органического синтеза, создатель препарата «Белдранат» Ивар Калвинч. Здравствуйте, господин Калвинч. Добрый день. Напомню сразу, телефон на прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить к нам в эфир, если вас что-то заинтересует, и вы захотите задать какой-то вопрос. Также вы можете писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. По возможности ваши вопросы мы также будем зачитывать и озвучивать. Ну а начнем мы с громкого дела, которое освещается в мировых средствах массовой информации, в том числе активно освещается у нас в Латвии. Преполагаемое отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального. Уже вторую неделю он находится в Коми. И немецкие врачи уже сообщили, что результаты клинических исследований указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холиностеразы. Что такое ингибиторы холиностеразы, господин Калвинич? Ну, в принципе, наш мозг командует нашим организмом, в основном мышцами, при помощи такой химической реакции, в которой ацетилхолин гидролизуется, и сигнал, передаваемый вот таким образом из мозга в мышцы, он исчезает. Если блокировать этот фермент, который разлагает ацетилхолин, тогда он накапливается. Если он накапливается, то наступают токсические побочные эффекты вплоть до остановки сердца. Ну, поначалу, если это мягкие симптомы, то это просто солевация, то есть выделение слюны, там течет из носа. Первые симптомы. Слезы, потом понос, а потом уже идут более серьезные, вплоть до остановки дыхания и сердца. То есть вот что эти ингибиторы делают с организмом человека? Да, если ввести в организм большую дозу или достаточную дозу, чтобы прекратить нормальную функционирование передачи нервного импульса по нервным волокнам, при помощи вот таких агентов, которые называются холинейстеразными ядами, то, конечно, человек умрет. А достаточная доза, как Вы сказали, это сколько? Это зависит от того, какой агент применяться будет. Те, которые применяют как инсектициды, то есть для борьбы с мухами, червяками и так далее, в сельском хозяйстве, там эти количества достаточно большие, там, скажем, десятки миллиграмм на килограмм живого веса. А такие, как ВИЭКС, которым отравляли, помните, родственника президента или как его, Северной Кореи и так далее. Ну, это, скажем так, один из самых токсичных нервных ядов. Ну, там уже счёт идёт на миллиграмм и доли миллиграммов. А, скажем, новичок и этот класс там ещё раза в 8-10 раз активнее. А возможно ли будет установить конкретное вещество из группы этих ингибиторов холинейстераза, которым, ну, предполагаемо сейчас отравили Алексея Навального? Ну, видите, для того, чтобы сказать чётко и точно, какое вещество, надо иметь стандарт, то есть, вещество как само по себе. А если это просто из группы соединений, ну, например, того же, аналоги того же новичка, да, то там десятки разных соединений, и установить конкретно которые из них будет достаточно сложно, поскольку они в организме превращаются, превращаются, разлагаются и так далее. Но что можно сделать, это, конечно, оценить влияние на сам фермент, на эту холинейстеразу, и посмотреть на фермент, каким образом он испорчен. Вот там уже при помощи современной высокоточной, высокочувствительной аппаратуры, которая не присутствует в каждом госпитале, только в определённых центрах, скажем, в Англии, там только в одном центре есть такое оборудование, которое может быть применено для анализа очень маленьких, остаточных количеств этих веществ. То есть, исходя из Ваших слов, можно предположить, что омские врачи, поскольку они как раз говорили о том, что признак отравления в организме Алексея Навального не найдено, просто у них недостаточно оборудования для того, что это определить. Ну, это как один из вариантов причины, почему они так сказали, некоторые и политические причины здесь идут, конечно. Да, скорее всего, они попытались проанализировать кровь, и ничего там толком не нашли. Но, видите, найти то вещество, которое Вы не знаете какое, это как искать иголку стога сена. А если смотреть по симптоматике, ну, возможно тоже, конечно, спутать эти симптомы, поскольку поначалу, насколько я читал, врачи считали, что здесь дело имеет осложнение от повышенного концентрации глюкозы, то есть сахарного диабета. Да, но проводят сейчас параллели, сегодня, вернее, проводят некоторые параллели с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которого, как мы знаем, который был отравлен новичком. Вот насколько такие параллели, на Ваш взгляд, уместны? Ну, мы никогда не узнаем, вернее, вряд ли узнаем, какой конкретный агент там был применен. А в принципе симптоматика указывает на то, что действительно то, что у Навального случилось, это поражение именно этого фермента, этой системе передачи импульсов как в мозгу, так и в периферии. Первое самое опасное, потому что если можно восстановить в периферии, там достаточно легко, если ввести антидот, и знать бы какой, и то в мозгу там еще надо проникнуть туда, даже если будет ввести какой-то антидот, скажем, атропина. Но его тоже, если вводить, то его надо внутривенно вводить и долго. Ну, а сколько времени, если, например, какое-то время атропин не вводили, например, в Омске, скажем, потому что до конца непонятно, вводили они этот атропин или не вводили? Там разные есть публикации, и я не делал бы поспешных выводов, что они вообще не вводили атропин. Но поскольку симптоматика была, ясно, что, но может быть, это отравление каким-нибудь токсическим веществом из группы ингибиторов от сихолинистеразы. Но, в принципе, атропин надо вводить неделями уже. Тогда, если они ввели один раз и посмотрели, ничего не произошло, но этого недостаточно. Можно ли сказать, что это все-таки отравляющее вещество, и что из той же серии, что и новичок? Ну да, если мы говорим о холинистеразных ингибиторов, новичок к этим тоже принадлежит. Ну вот создатель как раз новичка, один из создателей боевого отравляющего вещества, Вил Мирзаянов, он давал нам интервью и сказал о том, что Навального могли, по его мнению, отравить не одним из стандартных боевых отравляющих веществ, а его солями. Я вот даже вам зацитирую, специально выписала себе цитату. Видимо, его отравили не обычным стандартным боевым отравляющим веществом, типа ВРП-13, это российский аналог ВХ газа, говорит он. Его, возможно, отравили солями этого соединения. Соль, что она делает? Она, когда попадает в организм человека, действует как отравляющее вещество, а затем распадается. Вот что сказал Мирзаянов. Как вы это оцениваете? Ну да, там в этих соединениях есть третичная аминогруппа, которая образует соль с кислотами. И если, скажем, вещество было бы газом, либо жидкостью, то превращая его в соль, вы получаете твёрдое вещество, водорастворимое, и можете вести, скажем, более безопасным способом. А в организме, поскольку там присутствует и основания в достаточном количестве, то это вещество будет высвобождаться из соли. То есть вам такая версия кажется возможной? Да, вполне возможно. Это принцип такой, ну, общепринятый. Ведь все говорят, что там эти военные, химические оружия – это газы, но на самом деле это не газы. Их просто распиляет, образуется аэрозоль и, ну, как бы не виден. Но это не газы. Ну, какие возможные последствия отравления? Вот вы говорили в одном из интервью, что при таких отравлений, если это отравление всё же у Алексея Навального, то мозговая деятельность может полностью не восстановиться. Да, к сожалению, это так, потому что у нас есть несколько систем передачи импульса, они работают как оркестр. Не только холинергической, габоэргической, серотонейергической и другие эргические системы. А каждый из этих компонентов играет свою определённую роль. Ну, и если вы, например, в оркестре услышите один тромбон, поскольку его концентрация там повисилась, то, естественно, музыка будет не та. И поэтому, естественно, ещё организм питается каким-то образом противостоять тому, что какой-то компонент выпал или его слишком много из этого оркестра. Тогда, естественно, повреждения идут уже, которые остаются на долгое время. В частности, и что касается мозговой деятельности, то здесь могут быть последствия. Мозговая деятельность, как я сказал, по крайней мере, семью различными веществами, наиболее популярными из таких агентов переноса сигнала между нейронами и не только нейронами, но и в периферию. Приходилось ли вам разрабатывать препараты для военных нужд? Мы занимались в своё время как раз наоборот, антидотами. Антидотами к этим же ядам. Поэтому я могу сказать, что действительно есть такие антидоты, у военных точно они есть. То есть, тот самый атропин? Нет, нет, нет. Атропин – это, так сказать, самое… Самое слабое ещё есть. Ну, самое слабое и главное, ну, это всем известно, этот агент применяется и как манипуляция, скажем, окулистов, когда они исследуют дно глаза и так далее. Но нет, нет, это другие вещества. Ну, вот история милдраната, создателем которого вы являетесь, как появился этот препарат? Это тоже сложная ситуация. Там я интересовался одной системой передачи нервного импульса, которая, на мой взгляд, существует, а до сих пор никем до конца не доказана. Это так называемая GBB-эргическая система. То есть, когда мы смотрим на деятельность человеческой мышцы, например, то мы можем попробовать разгибать и сгибать пальцы. Если мы не пианисты и не занимались, скажем, специальной тренировкой наших мышц пальцев, то очень быстро вы чувствуете, что немеет рука, хотя вы ничего не сделали, просто разгибали и сгибали пальцы. А причина этого, по моему мнению, тогда, когда я этим занимался, истощение сигнала, который… А как раз от сетилхолинового рецептора сигнал переносится к клеткам, которые выполняют приказ. Ведь у нас нервные клетки, которые начинаются, ганглии так называемые, в стволе спинного мозга, они… Практически одна клетка доходит до периферии. И в конце этот сигнал поступает и дает организму команду сокращать мышцы, расслаблять мышцы, что делать. А переносчик от нервной клетки к мышечной клетке, и вот это звено до сих пор для нас, для ученых, остается неразгаданной. Но мне показалось, что один из тех веществ, которые у нас существуют и синтезируются в нашем организме, является этим переносчиком, и его истощение можно как компенсировать? Веществом, который не разлагается по такому механизму, но имеет ту же самую функцию, то есть перенос сигнала. Ну, вот таким образом я пришел к структуре, которая должна регулировать наш ответ на команды из нашего мозга и так далее. И, сделав его неразлагающийся аналог, мы получили мелдранат. Ну, то есть, если говорить о военных нуждах, то он никак с этим не связан? Нет, ну, по стечению обстоятельств, сырьем для него послужило ракетное топливо для ракет, скажем так, недалекого поражения, там, СС-125 и так далее. И его избитки было в Советском Союзе, и нам одновременно, для нас была поставлена другая задача, подумать, каким образом это высокотоксичное вещество можно превратить в нетоксическое, и если это еще куда-то применить можно, тогда совсем хорошо. Ну, и как раз оказалось, что для того, чтобы сделать это вещество, о котором я говорил, которое потом стало мелдранатом, как раз такое топливо в 3-4 стадии можно превратить в мелдранат. Когда вы узнали о том, что жизненно необходимый препарат мелдранат является теперь запрещенным лекарственным препаратом, вот как вы это восприняли? Я понимаю, что это было достаточно давно, эта история с Марией Шараповой, но все-таки. Ну, я от журналистов это узнал. Мне позвонили почти в середине ночи, спросили, что я по этому поводу думаю. Ну, я тогда 198 раз выступал по телевидению, различных каналов по всему миру и так далее, и всякий раз я рассказывал о том, что не надо путать две вещи. Допинг, который повышает способность человек что-то вытворять или делать физически, ну, скажем, сверх того, что нормальный человек может. А второе, другое совсем дело, когда вы регулируете процессы натуральные ваши, которые происходят сами по себе в вашем организме, а по какой-то причине накапливаются какие-то вещества в организме, ваши же, нормальные вещества, но их функции подавления, скажем, каких-то процессов в организме. Вот это называется регуляцией метаболизма или обмена веществ в организме. Но он стимулирует, мелдранс стимулирует, получается. Нет? Это не так. Он просто-напросто возобновляет способность организма реагировать на изменение концентрации или доступности кислорода в каких-то тканях. Если кислорода не хватает, скажем, сердечной мышцы, то ждите инфаркта. Если в мозгу, ну, ждите инсульта и так далее. А если вы можете при помощи мелдраната, и как раз этот и есть его основной механизм, оптимизировать использование кислорода для производства энергии, то наступает такой эффект, что вы, в принципе, при перегрузках, вы сохраняете у сердечной мышцы, мозговой ткани способность к действию, поскольку энергии производится даже в условиях, когда не хватает кислорода. Ну, повышает ли он физическую деятельность, мозговую деятельность? Я помню, что в одном из интервью вы рассказывали, что даже дочки… Восстанавливает. При нарушениях восстанавливает. А не повышает, скажем так, если будете нормальные, физически здоровые, с здоровыми артериями, будете есть мелдранат, вы ничего особенно не почувствуете. То есть, не будет никаких изменений? На мозговую деятельность, может, и будет. Потому что там несколько другие еще факторы, кроме энергии. А так нет. А если вы просто переутомились и будете принимать мелдранат, то вы сразу почувствуете эффект. Или у вас там заболевание в сердечно-сосудистой системе, что кровь куда-то не поступает в достаточном количестве. Тоже увидите сразу положительный эффект. Ну, не сразу, скажем, после введения курса лекарства. Ну, довольно много сейчас… Есть у нас перерыв? Есть у нас перерыв, подсказывает звукорежиссер, поэтому нужно будет сейчас прерваться, а потом мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами, Ивар Калвинч у нас сегодня в студии. Мы продолжаем программу «Разворот». Сегодня у нас в гостях химик, экс-директор Института органического синтеза, создателя Милдраната, академик и профессор Ивар Калвинч. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Ну, и помимо Милдраната, о котором мы с вами говорили до перерыва, он прогремел на весь мир, наверное, поэтому о нем у вас многие спрашивают. Вы создали также еще ряд препаратов, их множество, и один из них – это лиокодин. Благодаря тому, что вы создали это лекарство, как вы сами говорили, ваша жена прожила на 18 лет дольше, и, как вы говорили, у нее был рак, но этот препарат помог ей действительно прожить еще эти 18 лет. Позже вы раскрыли то, что ваша жена принимает этот препарат, и как на это отреагировали в сообществе химиков, может быть, медиков, ученых? Я был вынужден это открыть после 15 лет применения этого лекарства, а врачи констатировали, что ей ничего не надо принимать, она совершенно здорова, но я, конечно, может быть, и струсил сказать правду, что, извини, дорогая, ты никогда не будешь полностью здорова. Это просто-напросто мы сумели удержать твою болезнь, так сказать, в подполье. Ну, и три года прошло после этого момента, когда врачи успешно решили, что ей ничего не надо, когда мне пришлось ее похоронить. Каково это создавать препарат, зная, что он необходим твоему самому близкому человеку? Ну, это дополнительный стимул тому, чтобы быть эффективным. И моя мечта по-прежнему создать такой противоопухолевый препарат, который без существенных побочных эффектов помог бы многим спасти жизнь. Ведь наша задача сегодня не в том, чтобы вылечить от рака. Наша задача в том, чтобы от острого заболевания превратить в хроническое, с которым можно прожить всю нормальную жизнь. И вы назвали этот препарат в честь своей жены? Да. А в чем принцип действия лиокодина? Как он работает? Ну, этот принцип в то время был совершенно никому не известен. Тогда применяли для лечения опухолей яды, в том числе эти яды, о которых мы сейчас говорим, и прит, и так далее, и тому подобное. Поскольку первые химические агенты противоопухолевые, это были, ну, скажем так, химическое оружие. Но, естественно, более страдают клетки от таких ядов, которые быстро размножаются, поскольку у них обмен веществ очень быстрый. И, естественно, они накапливают больше таких ядов и погибают быстрее. Но, как вы понимаете, это тревато очень серьезными токсическими побочными эффектами. И моя задача была попытаться организму показать, какие клетки нужно уничтожить и на этом завершить свою миссию. Поэтому я создал вещество, которое реагирует с определенными белками на поверхности опухолевых клеток, пришивает ненатуральную аминокислоту, делая такой белок на поверхности опухолевые клетки чужим, чужеродным. И иммунная система на это исправно реагирует. Это чужак, эту клетку надо устранять. И если найти оптимальную дозировку и вводить нетоксические дозы, то можно получить высокую селективность, и организм поддерживает статус-кво в течение многих лет. А быстрого эффекта там никакого нет. Не видно, чтобы лиокодин уничтожал бы клетки раковые в культуре. Этого не происходит. Он просто их метит. А вот в организме, когда помеченная клетка раздражает иммунную систему, там уже наступает длительный длительный лечебный эффект. То есть, правильно ли я понимаю, что сам иммунитет борется с опухолью? Вот такой был принцип лиокодина и есть. Задача – пометить клетки. Остальной организм сделает. Сейчас он применяется? Нет, поскольку после распада Советского Союза, производитель этого препарата решил, что ему удобнее покупать, скажем, тайланол и, скажем, в мешках, и потом просто выпускать в коробках, в блистерах и так далее. Что это более выгодно, эффективно, ничего делать не надо. Давайте будем таким образом бизнес строить. И они просто-напросто не купили оборудование, которое надо было, чтобы произвести больше и по более низкой цене препарат. Ну и три года не поставляли на запросы в бывший Советский Союз этот препарат, пока, если же, и спрос кончился. Потому что, если в три года подряд не можешь получить препарат, то, конечно, ваш интерес уйдет. Ну и отказались. Нету спроса, говорят. То есть, как будто выжили этот препарат. Ну да, так оно и было. Ну а сейчас вот рынок препаратов, как вы оцениваете, которые позволяют бороться с онкологией? Ну, видите, это наука идет шаг за шагом. Продлевается жизнь у людей, причем продлевается почти у всех, скажем так, форм рака. Но поскольку рак – это индивидуальное заболевание, это не так, как мы считаем, что вот есть один, например, называем его лимфома. Вот это лимфома, и давайте у всех можно бороться одинаково с этой лимфомой. Нет, это сегодня уже идет борьба за то, чтобы медицина была персонализирована. Каждому индивидуально. Да, потому что у каждого свой рак. Хотя названия одинаковые, скажем, локализация, где этот рак, тоже может быть одинаковый. Но поскольку это в основном начинается как болезнь генов, то, естественно, у каждого свои гены. И поражение может быть совершенно другое, хотя и тип рака потом образующегося такой же. Ну, вот в советское время Вы упомянули, и Вам, как ученому химику, Вы были в Мюнхене на стажировке, если я помню, и там даже лабораторию предлагали. Но почему-то Вы решили остаться в Латвии, почему здесь? Ну, сейчас, наверное, многие этого не поймут, но есть такое понятие, как патриотизм. Если Вы патриот в Латвии. И моя семья, моя страна здесь, и если я оттуда убегаю, какой же я патриот? Несмотря на то, что перспективы там были у Вас, ну, как мне кажется, больше их было, нежели чем здесь. Ну, намного выше, и я бы мог жить там приспокойно и делать свою карьеру там. Так что, но поскольку я латыш, Латвия здесь, что я буду делать в Германии? Работать на чужую страну? Нередко говоря о советском времени, вспоминают предприятия, в том числе наши радиослушатели также об этом часто говорят, предприятия, которые были в Латвии, и их не удалось сохранить. Но если говорить о фармацевтических компаниях, то, как мы видим, сохранились они достаточно эффективны сейчас и популярны. Линфарм, Гриндекс, например. Почему, на Ваш взгляд, это так? Ну, потому что был и есть институт органического синтеза в Латвии. Ведь большинство этих предприятий, мы скажем, Гриндекс – это бывший экспериментальный завод, вернее, два экспериментальных завода института органического синтеза. Был приватизированы эти производства, заводы со всем портфелем продуктов и стала фирмой Гриндекс. Что касается Линфарм, то профессор Соломон Аронович Гидлер, который основатель института органического синтеза, он смотрел на эту, скажем так, область или сферу применения химических знаний, как «давайте будем делать что-то такое, что людям полезно». Вот и в основном по его инициативе в Латвии было построено несколько заводов химического направления, которые производили действующее начало многих лекарств для всего Советского Союза. Ну а технологии в известной степени не все, но большинство из них были разработаны нашим институтом органического синтеза. И поскольку нам удалось еще сохранить некоторые патенты, поскольку наше правительство в то время действовало, не знаю, разоряюще, будем так говорить, отменили плохой по политическим причинам советский патентный закон, а свой создали через три года. И за это время уже все разошлось? Все можно было использовать, никому ничего не платить, все патенты закончили свое действие, их просто отменили. И только после можно было их восстановить, а мы, даже вкладывая собственные деньги, спасли несколько наших патентов, которые потом дали возможность тому же Гриндексу хорошо зарабатывать. Вот я читала о том, что порядка 25% изобретенных препаратов в советское время приходилось как раз на институт органического синтеза. И помимо противораковых препаратов, это еще и антибиотики? Ну, видите, антибиотики мы не изобретали. У нас было два завода, один был биохимический, который мог производить цифалоспориновые и пенициллиновые антибиотики. Вернее, их основной компонент, из чего их делать. Поэтому и действительно производили. Это было, конечно, в то время биотехнологии высшего класса и тому подобное. Но этот завод был закрыт по очень тривальной причине. Вентиляторы мешали спать ночью вблизи этого завода находящимся жителям. Поэтому решили, что надо такой завод закрыть, чтобы не мешал спать. То есть такое обесценивание, как мне кажется. Ну, видите, тогда многие свой бизнес строили на разорение существующих производств и захвата их помещений, распродажи оборудования и так далее. Там очень мало было заводов, которые сохранили свой профиль, свою направленность, деятельность. В основном разворовывали. Но сейчас, если говоря о антибиотиках, все же Всемирная Организация Здравоохранения сегодня обозначила устойчивость к антибиотикам одной из главных опасностей для глобального здравоохранения, скажем так. Вы видите в этом проблему, вот эту устойчивость к антибиотикам человека? Это очень большая проблема. И если правительство не опомнится и будет продолжать курс на то, что все, что касается лекарств, должен делать частный сектор, то есть фармацевтические фирмы, то в конце концов мы окажемся в ситуации, когда будем помирать от тривиального воспаления легкого. Потому что уже не будет воспринимать… Эти бактерии отбираются. Некоторые говорят, мутируют. Я это слово не особо люблю. Скорее всего, отбираются штаммы, которые малочувствительны. Поскольку с антибиотиками мы их конкурентов уничтожаем. Кто выжил, тот размножается. И, естественно, дает потомство более устойчивое. И так вперед. Мы селекционируем таким образом как раз бактерии, которые не подаются терапии теми антибиотиками, которые сегодня у нас имеются. А новых антибиотиков – это, скажем, создание таких… Ну, это очень большой труд, очень большие вложения, это большая наука. Ну, а если это поручить, скажем, или оставить как задачу для частного сектора, а им зачем? Они будут производить то, чего сегодня покупается. А зачем им вкладывать большие деньги в разработку нового, если старые покупают? Ну, сегодня, то есть, вообще не создаются новые антибиотики? Не так. Сегодня уже Евросоюз уже озадачен тем, что вот не функционирует такая установка. Ну, и теперь некоторые фармфирмы вместе с фондами или, скажем, вливанием публичного сектора создают платформу на поиск новых антибиотиков, вернее, лекарств даже называть их антибиотиком, по-моему, неправильно. Но лекарств, которые смогут убивать бактерии, которые сегодня резистентны и так далее. И институток синтез тоже преуспевает в этом поле действий. И некоторые вещества, которые у нас изобретены, они обладают достаточно высокой активностью против резистентных микроорганизмов. Какие это, например? Ну, у них нет еще такого тривиального названия. Вещества под номерами, ничего не вам не скажет. Да, это точно. Я напомню, что у нас академик Иврак Алвиниш сегодня в гостях. Вы также можете звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. И вот продолжая все-таки о разработках в Институте органического синтеза, я нашла такую информацию, что в 2013 году, как раз о патентах вы говорили, было зарегистрировано лекарство для лечения одной из форм рака периферической и токлеточной лимфомы. И патент и права на препарат, который разрабатывался 13 лет, он принадлежит американцам, поскольку они как раз финансировали эти исследования. Ну, судя по той доступной информации, опять же, в интернете, может, вы меня поправите. Вы тогда как раз были директором института. Это было создано в моей лаборатории под заказ. То есть, под заказ американцев? Ну да. Нет, не американцев. Это намного сложнее. К нам приехали ученые из маленького такого Оксфорда в Англии, поскольку они были наслышаны, что шведская компания у нас заказала одно вещество, как противовоспалительное, и мы им быстренько нашли такое соединение, которое нужный фермент блокирует. И поскольку эта фирма, она занималась тем, чтобы разработать по новому принципу новые противоопухолевые соединения, которые бы контролировали возможность считывания генетической информации опухолевой клеткой. То есть, для того, чтобы она воспроизводила себя, она должна читать свой геном. Но если закрыть доступ к некоторым генам, которые стимулируют считывание, и не только считывание, но и деление, и так далее, то можно контролировать рост опухоли, так называемые H-DAC ингибиторы, гистондецит и лаза ингибиторы. Ну и они попробовали это теоретически предсказать, какие вещества нужны. Купили около 350 тысяч соединений, протестировали, ничего не получили. Ну, тогда они обратились к нам, не взяли им найти вещество, которое действительно работает. Ну, мы взялись за эту работу и очень быстро были, значит, даже в первой поставке наших новых соединений было как раз это вещество, которое потом стало белиностатом. У нас много звонков. Надевайте, пожалуйста, наушники, примем несколько. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Латвийским ученым создан препарат некоторое время назад для улучшения работы сердца. На Западе его не приняли. Сказали, что это допинг. Нескольких даже... Мелдранат вы имеете в виду? Да, 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 да. Да, мы говорили об этом в начале нашего эфира, да. Ну, так что сейчас какая судьба? Он допинг или лекарство? Да. Принято международно. Спасибо вам за вопрос насчет мелдраната. Да, можете снять наушники. Мелдранат не является допингом. Это действительно лекарство, которое помогает выжить клеткам, которые голодают, скажем так, с кислородной голоданием, и нет возможности произвести достаточной энергии. Вот мелдранат восстанавливает и оптимизирует способность организма производить энергию в условиях, когда не хватает кислорода. Это лекарство. Да, как раз создатель мелдраната у нас сегодня в студии, поэтому если вы пропустили первую часть, то эти вопросы мы уже обсуждали. Позже сможете посмотреть в Ютубе. Напомню, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Можете задавать вопросы. Много у нас было звонков. Сейчас, пока я вижу, что они как-то быстренько исчезли. А вот еще изобретение, которое очень долго ждали. Да, можете снять уже наушники, пока мы не будем принимать звонки. Изобретение, которое долгое время ждали, о чем я также хотела вас спросить. Вакцина от коронавируса, российская вакцина от коронавируса. Вот что неизвестно вам конкретно? Надежна ли она? Учитывая, как мы понимаем, она ведь не прошла финальную стадию испытаний, важную стадию испытаний. Но она не может быть сегодня определенно изучена на предмет безопасности. Потому что для того, чтобы вы это изучили, вам нужно время. И много-много людей. То есть, получается как? Вы можете создать какое-то вещество, которое заставляет организм производить так называемые антитела, который связывается либо с вирусом, либо с какими-то компонентами на клеточной поверхности, и не дает вирусу проникнуть в клетку или размножаться. Это можно сделать. Но тот рецептор, который, или те ворота, которые использует вирус, для того, чтобы проникнуть внутрь человеческой клетки, это антенна, можем так сказать, принимающая сигнал, который регулирует кровяное давление. Но заблокируете вы такую антенну, что будет? Будет нарушена кровяная, скажем, регуляция артериального давления. Кроме того, если вы вводите большие молекулы, вы должны обязательно считаться с тем, что организм большие молекулы будет распознавать как чужеродные. Вы можете маленький фрагмент, скажем, 2-3 аминокислоты, пептиды такие короткие, когда эти аминокислоты соединены в цепочку. Вводить и не будет такой яркой реакции. Но если вы будете вводить белок побольше, ну, ясно, что будет иммунный ответ на этот белок. И теперь вопрос. Действительно ли в нашем организме не существует похожего белка? Поскольку все белки из 22 аминокислот образованы, и их там, скажем, комбинация определенное количество получается. И если найдется, что в организме есть похожий белок, то иммунная система будет бить по собственному организму, по тем белкам, которые находятся, скажем, в нормальных клетках. Не только по вирусу. И это должно быть установлено. Но на это нужно время. И третье, что мы должны применять во внимании хорошо. Организм отреагировал, образуя, скажем, антитела, которые распознают вот этот вирус и так далее, и тому подобное. Но вопрос в другом. А насколько эта память распознавания чужого вот этого вирусного белка, насколько это долго сохраняется? Это можно узнать только физически. Скажем, проверив вакцинированного человека через месяц, два, пять и так далее. Это нельзя ускорить никаким способом. То есть, ясно, что она пока не прошла эту стадию. И никто это не прошел в мире сегодня. Поэтому ученые очень скептично. Мы можем получить большие проблемы, если будем применять вакцины, не проверенные в установленном порядке. Еще у нас много звонков. Можем ли принять еще один? Один звонок, да, разрешает нам звук режиссер принять. Мы слушаем вас. Да вот по поводу этого несчастного мелграната. Ну, на Западе не признают его, представляете? Ну, подайте в суд тогда или что. Дисквалифицировали несколько теннисисток и так далее. И сказали, не будет, это допинг. Ну, что же вы делаете? Ну, дело в том, что они признают как раз, что это вещество действует, что это позволяет спортсменам вижить и так далее, и тренироваться на предельных нагрузках. И если превысить эту предельную, то есть, запредельную нагрузку, то не будет тех разительных последствий, как внезапная смерть на поле боя, как говорится. Но вместо этого они применяют, скажем, карнитин, внутривенно по 20 грамм инфузиями, и говорят, что это не допинг. Хотя, скажем, конечный результат может быть схож. Это просто-напросто, на мой взгляд, политические игры и не более. Ну, что ж, благодарим вас за то, что вы нашли время сегодня прийти к нам. Ивра Калвинч, химик, академик, профессор, создатель препарата «Милдранат» был с нами сегодня в программе «Разворот». Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, что пригласили.